Роскошная жизнь миллиардеров будоражит наше воображение. Они ездят на лучших автомобилях, летают на частных самолетах и покупают самые дорогие яхты. Они живут в таких домах, о которых только можно мечтать. Одни скрывают свою роскошную жизнь от журналистов, другие наоборот выставляют богатство на показ. В этом видео вы увидите, как живут и на что тратят свои миллиарды самые богатые люди в мире. Киллиан Мбаппе – это молодой и талантливый французский футболист, один из самых востребованных и известных игроков в мире футбола. Его состояние составляет 120 миллионов долларов. У него имеется резиденция в Монако, где он может скрыться от посторонний глаз и наслаждаться отдыхом у Средиземного моря. Киллиан Мбаппе известен своим интересом к роскошным автомобилям. И у него есть несколько впечатляющих машин в своей коллекции. Например, Ferrari 488, Audi Q5 и Tesla. Также Мбаппе обожает дорогие часы. Жемчужиной его коллекции являются красный Sapphire Hublot Big Bang Unico. Ну и, конечно же, Мбаппе летает исключительно частными рейсами. Рэпер Канью Уэст любит демонстрировать свое состояние на публике. Журнал Forbes официально признал американского рэпера Канью Уэста долларовым миллиардером. Его состояние оценили в 1 миллиард 300 миллионов долларов. Его гараж переполнен дорогими автомобилями. Bugatti Veyron, Lexus ES, Mercedes-Benz SLR, различные Lamborghini и многие другие. Особня, который Канью Уэст приобрел за 14 миллионов долларов, имеет название Monster Lake Ranch. Не построен в формате ранчо. Рядом с главным домом есть конюшня и два гостевых домика. Также на территории имеются два озера и альпийский луг. Поговаривают, что на ранче есть даже золотой туалет. На этом ранче Канью Уэст живет с Ким Кардашьян и их детьми. Французского бизнесмена Бернара Арно называют самым богатым человеком на планете. Его состояние 209 миллиардов долларов. Арно – настоящий ценитель архитектурного искусства. И это видно по его недвижимости. Он владеет старинным замком, расположенным неподалеку от мировой винной столицы Бордо. У этого архитектурного шедевра 34 роскошных комнаты. Стены украшены драгоценными металлами и прекрасными картинами. Его яхта «Симфония» – самое большое судно, когда-либо построенное. Это роскошная супер-яхта длиной 101 метр и 50 метров в высоту. Яхта оборудована множеством удобств, включая спа-центр, тренажерный зал, кинотеатр, открытые и закрытые бассейны, а также просторные солнечные террасы. Гости могут наслаждаться водными видами спорта и различными развлечениями на борту. В прошлом году Бернар Арно продал свой частный самолет, чтобы климатические активисты не отслеживали углеродный след. С тех пор он стал пользоваться арендованными самолетами. Мохаммед Ибн Рашид Ибн Саид Аль-Мактум, и мир Дубая, обладает состоянием в 14 миллиардов долларов. Шейх проживает в роскошной резиденции в Дубае, которая считается одной из наиболее впечатляющих постройок в мире. Его дом включает обширные залы, бассейны, спортивные площадки, гостевые комнаты и другие удобства. В его гараже можно увидеть множество дорогих и экзотических автомобилей от Феррари, Мерседес и других производителей. Кроме того, у него есть несколько яхт и частных самолетов, которые он использует для своих многочисленных путешествий по всему миру. Его яхта Азам – это одна из самых впечатляющих и крупных частных мегаяхт в мире. Она имеет длину 180 метров. Она оборудована ресторанами, кинотеатром, спортивными площадками и другими удобствами для развлечения и релаксации. Шейх Мохаммед также проявляет страсть к искусству и является владельцем обширной коллекции картин и скульптур, которые экспонируются в его собственном музее. Состояние Марка Цукерберга, основателя и генерального директора социальной сети Facebook, оценивается в 96 миллиардов долларов. Известно, что в 2019 году Цукерберг тайно купил два особняка на озере Тахо за 59 миллионов долларов. У него также есть дом в Сан-Франциско. Цукерберг не любит приглашать к себе журналистов, поэтому о его покупках известно немного. Но одной из самых известных покупок Марка Цукерберга было приобретение дома в Пало-Альто, Калифорния, который стоил 7 миллионов долларов. Он купил этот дом, чтобы использовать его в качестве места работы и даже перенёс туда свой офис. Билл Гейтс – американский предприниматель, программист, филантроп и один из самых известных и успешных бизнесменов в мире. Его состояние 114 миллиардов долларов. Он купил участок земли за 2 миллиона долларов и ещё 63 миллиона потратил на постройку. Чтобы не допустить повышенного выделения тепла от стен множества запланированных построек, миллиардер нанял две архитектурные компании, которые спроектировали и построили специальный барьер в виде искусственного ручья. Он также позаботился о том, чтобы не нанести вред местной экологии. Билл Гейтс в разгар пандемии коронавируса приобрёл идеальное убежище – дом на пляже в Калифорнии за 43 миллиона долларов. Миллиардер может позволить себе покупать недвижимость по всему миру, но он редко пускает к себе журналистов. На фоне остальных миллиардеров в нашем списке основатель корпорации Microsoft не спешит выделяться самым дорогим частным воздушным судном. Бомбардир Global Express обошёлся Биллу Гейтсу в 40 миллионов долларов. Джефф Безос, американский предприниматель, инноватор и филантроп, наиболее известный как основатель и первый генеральный директор Amazon, владеет состоянием в 160 миллиардов долларов. У него огромное количество недвижимости по всей территории США. Он владеет двумя особняками в Беверли-Хиллз, обширным поместьем в пригороде Сиэтла и несколькими квартирами в Вашингтоне и Нью-Йорке. Кроме того, у него есть два дома в Медине. В каждом из них пять спален и четыре ванные комнаты. Известно, что суммарно Джефф Безос накупил недвижимости на 600 миллионов долларов. Он покупает особняки и квартиры с 1988 года, и сейчас у него в общей сложности 14 особняков и квартир. Уоррен Баффет – американский предприниматель, инвестор и один из наиболее успешных финансовых гуру в мире. Его состояние – 120 миллиардов долларов. Это его частный самолет. Баффет долгое время критиковал использование частных самолетов, а затем всё же взял и купил собственный. Бомбардир Челленджер 605. Его семейный дом стоит 250 тысяч долларов по нынешнему курсу. Он расположен в центре Амахи. Можно отметить, что, как для миллиардера, Уоррен живёт достаточно скромно. А это его дом для отдыха у океана в Лагуна Бич, Калифорния. И, конечно же, у него несколько дорогих автомобилей. Например, в 2014-м Баффет приобрёл Кадиллак STX. Он до сих пор ездит на ней, хотя может позволить себе менять машины, как перчатки. Король Салмана – седьмой и действующий правитель Саудовской Аравии из династии Аль-Сауд или Саудитов. Состояние королевской семьи равно примерно сотне миллиардов долларов. И тратит Салман свои миллиарды по-королевски. Его дворец Эрга – это роскошное историческое здание, расположенное в столице Саудовской Аравии. Это величественное здание сочетает в себе современные и традиционные архитектурные элементы. Интерьер дворца Эрга оформлен в роскошном и классическом стиле, с использованием драгоценных материалов и произведений искусства. Частный самолёт короля Салмана называют летающим дворцом из-за его колоссальных размеров и роскошного интерьера. В его автопарке можно увидеть самые дорогие лимузины, внедорожники и другие автомобили от ведущих производителей, таких как Мерседес, Феррари, Ламборгини. Однажды король Салман прилетел с визитом во Францию и снял целый отель Four Seasons George V. Этот отель известен не только своими роскошными номерами, но и ресторанами и спа-салонам. Несмотря на то, что состояние Илона Маска насчитывает 250 миллиардов долларов, он тратит деньги с умом и на фоне арабских шейхов выглядит скромнягой. Создатель Теслы любит старинные автомобили с историей. Например, этот Ford 1926 года считается одним из самых старейших и самых знаковых автомобилей в истории. В 2013 году Илон Маск приобрел Lotus Esprit – маленькую подводную лодку, известную по фильму «Шпион, который меня любил», на аукционе, заплатив за нее 997 тысяч долларов. Маск признал, что этот катер был его детской мечтой после того, как он увидел его в фильме. Однако, самым значительным и дорогим приобретением Илона Маска стал частный самолет «Гольфстрим» G-650, который он приобрел за 70 миллионов долларов. Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани является одним из самых состоятельных правителей мира. Только в Великобритании он купил недвижимости на 5 миллиардов долларов. Например, этот самый высокий небоскреб обошелся королевской семье в 225 миллионов. Кроме того, им принадлежит отель, за который эмир Катара отдал 452 миллиона. В самом же Катаре у него помимо дворцов есть несколько роскошных яхт, самое впечатляющее из которых – яхта Катара. 35 гостей, которых вмещает яхта, обслуживает экипаж из 90 человек. В гараже королевской семьи стоят самые роскошные спортивные автомобили. Жемчужиной коллекции является Lamborghini Centenario стоимостью почти 2 миллиона долларов. Султан Брунея Хасанал Балкиах обладает личным состоянием в 20 миллиардов долларов. Главные источники доходов Султаната – месторождение газа, нефти и золота. Его коллекция автомобилей действительно королевская и считается самой большой в мире. Всего в его коллекции 7 тысяч автомобилей. Для Султана Брунея 600-сильный Aston Martin V8 Vantage одели в особый обтекаемый кузов. Еще 20 лет назад для правителя Брунея создали Bentley Dominator на агрегатах Range Rover. Большинство автомобилей изготовлены на заказ. А это дворец Султана. Он также владеет недвижимостью по всему миру. Соучредитель Google Сергей Брин, обладая состоянием в 109 миллиардов долларов, может себе позволить многое. Это его особняк в Лос-Альтос-Хиллз. Он заплатил 7 миллионов долларов за землю и еще почти 16 миллионов долларов за строительство. В этом особняке 4 спальни и 5 ванных комнат, огромный бассейн и спортивный зал. Также есть винный погреб и личный кинотеатр и спа. Дизайн дома поражает своей роскошью. Также известно, что Сергей Брин купил бывший дом певицы в Малибу. Хоть соучредитель Google и пытался сохранить это втайне, от журналистов ничего не скроешь. Сергей является владельцем яхты Dragonfly, длиной в 73 метра, которую он в 2011 году купил за 80 миллионов долларов. По слухам, это самая быстрая на планете супер-яхта, и она оснащена танцевальной площадкой и кинотеатром под открытым небом. Также известно, что Брин активно инвестирует в летающие автомобили будущего. Роман Абрамович – российский бизнесмен и один из самых известных миллиардеров в мире. Его имя стало широко известным благодаря его владению футбольным клубом «Челси» из Англии и его активному участию в мировой бизнес-среде. Его состояние в этом году составило 9 миллиардов долларов. В 2020 году он приобрел в Израиле роскошный особняк за 65 миллионов долларов. Поместье находится в городе Герцля-Питуах, в 15 километрах от Тель-Авива. Одной из наиболее известных и роскошных его яхт является яхта «Эклипс». Это одна из самых крупных частных яхт в мире. Ее длина около 163 метров. Яхта выполнена в современном стиле и оборудована всеми удобствами для комфортного проживания. Автопарк Абрамовича включает такие редкие модели автомобилей, как Ferrari FFX, Porsche 911 GTR RS, Maybach 62 и многие другие. У него также есть несколько частных самолетов. Одним из самых дорогих является Golf Stream G650ER, стоимостью 60 миллионов долларов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова